Последнее время на территории поселка Айхал Мирнинского района участились случаи так называемого телефонного мошенничества. Уже сфиксирован не один эпизод, есть и пострадавшие. Кто в основном поддается на уловки и как оказаться необманутым, выясняла Оксана Мезенцева. Так называемое телефонное мошенничество пришло и в Айхал. Как нам сообщили в Айхальском отделении полиции, только в апреле месяце в правоохранительные органы обратилось шесть жителей поселка. Двое из них, а это пожилые люди, поддались на уловки мошенников и стали пострадавшими. Так называемое телефонное мошенничество, это когда неизвестные лица звонят жителям поселка Айхал, представляются близкими, родственниками, сообщают, что попали якобы в беду или в правоохранительные органы за совершение каких-то правонарушений, преступлений. И передают телефон якобы сотруднику полиции, который предлагает за определенную сумму денег решить этот вопрос, освободить от уголовной ответственности, закрыть дело и так далее. Определенную сумму денег мошенники предлагают перечислить на банковский счет или банковскую карточку. Так и поступили двое жителей поселка. Один из них перечислил 50 тысяч рублей, другой 70. Каждый из пострадавших был уверен, его родственник находится в беде. Но в то же время они не поинтересовались его судьбой и не выяснили, действительно ли родственник нуждается в помощи. Сотрудники полиции призывают, будьте бдительны. Только 18 апреля по оперативной информации неизвестное лицо совершило 50 телефонных звонков абонентам поселка Айхал. Если к вам обратились неизвестные, постарайтесь связаться со своим родственником, который якобы попал в полицию или в какую-то беду близких, родственников, постарайтесь его найти. Если не можете дозвониться, позвоните в отдел полиции. В настоящее время сотрудниками Айхальского отделения полиции ведутся оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливается лицо, которое совершило это преступление, банковские счета, на которые были перечислены денежные средства потерпевших. Ведется и профилактическая работа с населением поселка с целью предупреждения новых эпизодов мошенничества. Будьте бдительны, не торопитесь выполнять условия неизвестных вам лиц. Оксана Мезенцева, Андрей Шаповалов, телерадиокомпания «Алмазный край».